На этого места встречи проблема нехватки кадров. Она вообще решаема или бесконечно придется затыкать дырки мигрантами, пенсионерами и так далее? Константин Федорович. Ну, во-первых, всякую проблему можно решить при наличии понимания и воли в ее существовании, конечно, не проснувшись неожиданно рано утром в ситуации, когда все волшебным образом урегулировано. Но на пути к решению этой проблемы, да, придется, если мы хотим жить каждый день, придется затыкать дыры, идти на какие-то непопулярные решения. Но только важно, чтобы эти решения предпринимались с учетом перспективы, чтобы они вели, наконец, к решению проблемы в целом. Вот пока не будет такого понимания, это будет сплошное затыкание. Юрий Михайлович. Да, я думаю, вопрос, конечно, можно решить, я с вами соглашусь. Ну, вот дальше я рассказывал в перерыве, то, что идет работа техникой, цивилизация производства, да, она очень сильно сокращает, я коротко повторюсь. В 15-м году работало 130 человек на фабрике, 20 тысяч по робою пускали. В 20-м году их стало 25. Просто взяли другое оборудование из Китая и поставили. 100 человек с лишним просто не понадобились. Это тоже решит вопрос. Юрий Николаевич. В продолжение, в России на 10 тысяч рабочих мест 6 роботов, в мире 134, в Южной Корее 850. А потом будет восстание машины, всем... Да, подождите, доживем еще до этого, но... А вы бойтесь своих желаний. Это тоже поможет сокращать вот эту острую, супер-острую проблему. Так, Антон Юрьевич. Я думаю, сейчас проблема очевидна, решать ее стали поздно. Значит, сделают так. Мы откроем двери сейчас визовым мигрантам, как-то индустриализацию иностранцев привлекали, привлекали при Петре Первом, чтобы флот строить. Ну, а дальше, помимо планирования, которое нужно, здесь нужно научиться принимать людей в стране, чтобы они знали, куда они едут, где они будут работать. При Столыпине нужны были люди, при переселении давали 1-2 миллиона рублей по нынешним деньгам. Пока мы какую-то умную политику здесь не сделаем, у нас будет население в 50-м, как он предсказан. Так, Андрей Николаевич. А мне говоришь, прошлое шахматиста, понимаете? Научитесь мыслить на 3-5-10 шагов вперед, 10 ходов, просматривать позицию и ситуацию. Государство должно понимать, что ему будет надо, как будет развиваться вся эта ситуация, как будет развиваться автоматизация. Пока вы будете хотеть самолеты гражданской авиации в тысячи штук завтра, вы постоянно будете затыкать дыры. Вы должны понимать, что эти самолеты, если вы их хотите, вы должны их продумать и промыслить за 10-15 лет вперед. Людей, технику, все, как это будет сделано. Не будет этого, только дыры и ничего другого. Про роботов у нас сегодня сейчас вспоминал, про кассы у нас говорили. Я недавно вот эти автоматические кассы, 8 штук, 4 в ряд стоят. И между ними есть один самый быстробегающий сотрудник в магазины, который только успевает отключать те кассы, потому что... Это потому что ты, Иван Сергеевич, тупой. И там проделаешь. Я, там вся очередь тупая. У вас, видимо, таких тупых всех в магазинах. Я один из них. Я уже не знаю. Мы в одной очереди с вами. Если попадаю в этот автомат, я долго в нем встаю, не могу разобраться. Но когда я привыкну на сотый раз, я привыкну. У меня есть высшее образование. Я буду пролетать через него. Не заплатив. За ним будет бежать робот-полицейский. Значит, про квалифицированные кадры и про задачи, которые перед ними должны ставиться. Маленькая компания и большая такая прям компания-компания. Обе работают в сфере торговли, продаж. Собеседование с людьми, которые хотят устроиться на работу. Начальник отдела кадров маленькой компании говорит. Ну, продайте мне эту ручку. А руководитель, как это, департамента HR, вот этой крупной компании, соискателю говорит. Ну, уговорите меня принять в качестве подарка этот кабачок. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будний эфир НТВ. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...